Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои ценители и любители парфюмерии. Всех рада приветствовать, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Если есть те, кто впервые меня видит сегодня, меня зовут Элла. И здесь у меня все про ароматы. Друзья мои, сегодня я хочу с вами распаковать один очень интересный аромат от нишевой французской марки. Мне не терпится его, конечно же, вместе с вами вот открыть. И действительно интересная марка. Мы его вместе с вами распакуем. Сегодня все о нем расскажу, поделюсь своими эмоциями, впечатлениями первыми. Заказ был сделан вслепую. В общем, кому это интересно, оставайтесь сегодня со мной. Кто еще не подписан на мой канал, но если вы тоже увлечены миром парфюмерии, подписывайтесь. Всегда всем очень рада. Как обычно, устраивайтесь поудобнее, берите что-то вкусненькое и поехали. Ну и, друзья мои, как я уже сказала, сегодня мы вместе с вами распакуем один очень интересный парфюм. И от не менее интересной марки французской. Etat Libre d'Orange называется она. Или Eldo по первым буквам сокращенно. Как многие блогеры называют эту марку. И парфюм, который я выбрала для знакомства с этим брендом, тоже выбрал, но и не случайно, позже об этом скажу. Называется он Jasmine и сигареты. Вот такая коробочка. У меня это сотка. Вы знаете, вот здесь вот на стыке грани вот этот фирменный знак марки, трехцветный вот этот кружочек. В общем-то все ароматы оформлены так. Флакончики тоже стандартные. Сейчас мы откроем, покажу. Сразу хочу сказать, повториться, что заказывала я слепую, тестить этот бренд мне негде. Вот нет у меня доступности, я очень хотела ознакомиться с этими ароматами, но нет. И решила заказать слепую, что пора что-то приобретать в коллекцию от этой марки. И Jasmine и сигареты, как я уже сказала, не случайно, потому что я очень люблю запах вот такого, знаете, приятного женственного табака. То есть не мужским звучанием вот такой явный табак, а именно что-то такое приятное, вот нежные сигареты, какие-то ментоловые или вот фольгат сигарет. В общем, я люблю такие ароматы, поэтому давайте так, не будем долго тянуть время и начнем распаковывать. И буду рассказывать о самой марке, в общем-то, и о самом аромате. И, в общем-то, это от Libre d'Oranche, сам бренд довольно молодой. В общем-то, основал его Etienne de Suarte в 2006 году. Сам он долгое время работал, в общем-то, с люксовой парфюмерией. И, как он сам говорил, ему было очень скучно вот в рамках ограничения вот именно люксовых стандартов. То есть ему бы хотелось чего-то такого, знаете, вот именно пошалить с какие-то интересные парфюмы, с какими-то необычными нотами. Именно поэтому он основал вот этот свой бренд. И, в общем-то, мне кажется, ему удалось воплотить вот свою идею. Ароматы вышли с провокационными названиями. Вот буквально первый год выхода их. Много таких ароматов, что, может быть, каких-то парфюмеров любителей даже немножко шокировало. Потому что «Жасмин и сигареты» – это самое такое, скажем, ну, приемлемое название. А вообще, вот, например, «Дворец Путана» или «Дворцовая Путана», как, ну, многие, наверное, знакомы с этим ароматом. Прекрасное выделение, падаль, жирный электрик. Это далеко не весь список таких действительно провокационных названий ароматов бренда. Ну и «Жасмин и сигареты», вот этот парфюм. Кстати, парфюмером этого аромата вышел он в 2006 году. Покажу сейчас вам флакончик. В 2006 году и парфюмером его является Антуан Мезон Дье. Вот такой сам флакон. Мне очень не терпится, но все-таки покажу сначала флакон. Очень простые, все очень унифицированные, в общем-то, во всех ароматах флаконы. На одной грани написано вот «Этатли Бред Оранж». Вот эта вот этикетка вся одинаковая почти на всех ароматах стандартных с названием. Ну и крышечка металлическая довольно такая тяжеленькая. И давайте скорее нанесем. Боже, как я ждала и стою тут, что-то рассказываю. Нанесу. Давайте так прям щедро нанесем, потому что я сегодня прям хочу, ничего не наносила, прям хочу проникнуть с этим парфюмом. И, друзья мои, ну я сразу вот не могу сдержать эмоции. Вот с первых вот нот, то, что я слышу, мне очень нравится. Это какой-то пьянящий, красивущий жасмин. Жасминящий аромат. Вот прям действительно стартует каким-то слегка таким дольным, но очень красивым женственным жасмином. Сейчас об этом скажу. Жасмин из сигареты. Вот это марка, сама я вам говорила, да, в общем-то, Этьен де Суарта. Он хотел вот выйти за рамки каких-то ограничений, расширить вот эти альфакторные ощущения. И, как девиз марки, в общем-то, был никаких табу запретов, наше сделает наслаждение. И вот мне кажется, им удалось вот этот аромат. Это тоже великолепно. Ничего скандального в нем нет, но такой красивый жасмин. Прям вот, знаете, такой прорисованный, прям какой-то, как будто дорисовали его. Вот не то, что он и сам по себе жасмин красивым звучанием цветок, но это как будто ему добавили каких-то еще таких, вы знаете, сладковатых, таких прям вот граней. Я сейчас об этом скажу. Вы знаете, я... негде мне тестить аромат. Я его по отзывам, в общем-то, заказывала. И, как я начитала, что вот это как будто действительно покурили под жасмином кустом. Или как будто пришел из дискотеки вот про... немножечко пропах вот этим табаком. И ты тоже стоишь вот под где-то весной, под этим кустиком, боишься за тебя домой, чтобы посмотреть маме в глаза, где ты был всю ночь. В общем-то, я так и представляла этот аромат. Но пока, друзья мои, я вот честно вам скажу, табака никакого не слышу. Я слышу только... только вот этот прекрасный, с каким-то такими вот фруктовыми, сладковатыми нюансами жасмин. Что мне очень нравится. Вот даже если вот так и без табака, то это очень-очень красиво. И сразу хочу сказать, что, в общем-то, жасмин и сигареты, этот аромат, это посвящение знаменитой кинодеве, певице, актрисе Марлен Дитрих. Марии Магдалины Дитрих, которую мы все знаем под именем Марлен. В общем-то, она великая такая актриса, роковая красотка. К ее ногам тоже падали сильный мир осего. И в постели побывало немало влиятельных мужчин того времени. Не зря они говорили о самой Марлен Дитрих, что у нее там тысяча платьев, десятки любовников и несколько там небесных объектов, открытых в 20 веке, ну, в том числе астероидов, названо в ее честь, ее именем. Ну, в общем-то, это действительно так. Все вы видели фото и прекрасные женщины. Ну, кто не видел фильмов с Марлен Дитрих, может быть, уже есть то поколение, которое и не знакомо с этой певицей. Выложу это фото. И вы знаете, вот есть много фото, где она с такой вот сигаретой женской, длинной. Я вот так представляла, что если это посвящение Марлен Дитриху с этой сигаретой на фото, которая всегда ее, как вот у меня в представлении она возникает, то вот этот аромат прям для меня действительно вот эта табачность, вот эта жасминовость. И, друзья мои, ну, я сейчас быстренько скажу о нотах этого аромата, потому что пока я, к сожалению, ничего вот намека даже на табак не слышу. Значит, в этом аромате ленина пирамида, жасмин, табак, есть нота сена, абрикосы, вот как раз то, что я слышу, вот эту вот сладость фруктовую. Мускус, кедр, кумин, бобы тонка и амбра. Вот это вот ноты пирамиды. Ну, и, как я уже сказала, вот здесь жасмин красивущий. Я вам... Вот сейчас у нас как раз сезон, когда цветут эти жасминовые изгороди. Я вам выкладывала фото. Прямо иногда бывает, ты идешь, вот целая огромная изгородь, и вот этот аромат жасмина, который до тебя доносится, он тебя пьянит своей вот этой медовой жасминовостью. И вот когда ты подходишь близко уже, чтобы понюхать издалека, это очень красиво. Ты вот, как я с руки его слышу, слышишь вот эту небольшую индольность. Вот этот жасмин здесь вот такой красивущий, натуральный. Я вам говорила, вот он как будто прорисованный, потому что вот как у художников, когда они рисуют картины, когда нужно выделить какие-то детали, которые вот неясны, картины, они их дорисовывают, прорисовывают вот эти нюансы. И вот здесь вот жасмин, вот как будто его действительно аж прям вот приукрасили, дорисовали вот эту красоту, вот этими бархатными нотами вот этого сладкого абрикоса. Вот жасмин здесь такой очень красивый. Кто любит эту ноту, вам прям обязательно нужно познакомиться с этим жасмином-сигаретой от Улдо, потому что жасмин такой натуральнейший. И остальные ноты, наверное, это как обрамление этого жасмина. Вот правда, никакой явной табачности. Кто не любит табак, кто боится, этот аромат не про табак. Вот правда, хотя я очень надеялась услышать здесь какие-то вот эти легкие сигареты, табак, но пока не слышу. И вы знаете, может быть, конечно, вот сквозь этот жасмин слышится какой-то, ну прям вот, наверное, нюхательный табак, очень нежный тоже. Тоже можно предположить, что это тоже какой-то, что это размокший, вот лист табака. Или это даже вот фольга, о которой я вам говорила, мне очень нравится запах фольги из-под сигарет, тоже женских, тонких вот этих вот нежных сигарет. Но нет, правда, вот жасмин, это главенствующая нота. Не зря аромат называется жасмин и сигареты, а не сигареты и жасмин. Все-таки первый план это жасмин. И немножечко, друзья мои, я вот, конечно, очень довольна покупкой, нисколько не жалею, что аж сотку. С удовольствием буду носить вот эту красивую жасминовость. Мне прям стою, у меня аж прям пьянит от его запаха. Действительно, красота неимоверная. Но мне, конечно, жалко, что так мало и так практически никак я не слышу вот эту составляющую вторую, да, сигареты, то есть табачную. И мне бы очень хотелось, но, увы и ах, вот эта жасминовость с абрикосом, вот все, что заполонило вот это вот ощущение. И нет, нет, пока сигарет нет, я вот стою, жду, почему? Потому что, может, в базе что-то услышу, но пока нет. И вы знаете, друзья мои, ничего страшного, даже вот так мне аромат очень нравится. И я просто забегаю вперед, хочу сказать, что не знаю, как стойкость у него будет, уже подносив этот парфюм, в каких-то видео вам скажу. Но мне кажется, шлейф вот этот жасминовый с вас будут слышать. И он красивущий, прям нежный, красивый жасмин. Не нежный, а вот именно такой очень красивый, как я уже повторяю, несколько раз сказала. И хочу сказать, что, в общем-то, ничего страшного, что нет явного табака, вот таких сигарет. Вот, я думаю, что у меня просто еще это вот прям пришел только что с дороги, как многие знатоки, вы знаете, парфюмеры говорят, нужно отстояться аромату. Может быть, если я его поставлю, он настоится, может быть, потом услышу я вот этот тонкий табачок, как будто, да, под кустом жасмина вот покурили вот эту вот женскую сигарету. Вот то, что я и хочу, чтобы вот было именно такое звучание. Но пока, друзья мои, буду, конечно же, носить, ни в коей мере я не поставлю его, отстаиваться, буду носить и наслаждаться этим красивым жасмином. Но вы знаете, вот сколько я нанесла, да, уже довольно приличное количество пшиков, я скажу, что этот аромат не слишком яркий. И, наверное, все-таки стойкость его не очень большая, так забегая вперед. У него не такая уж прям большая диффузность, если честно, что очень жаль. Но аромат очень классный, я очень довольна, что у меня аж сотка. Не бюджетная позиция, почти 100 евро вот эта сотка. Но вы знаете, я не жалею, в общем-то, потому что аромат мне действительно понравился от этой жасминовости. В общем, кто любит эту ноту, я бы вам тоже советовала познакомиться. Ну, а кто знаком с этим парфюмом, друзья мои, напишите вот ваше мнение. Если у вас вот звучание табак, мне просто интересно. Или вы тоже в основном слышите только вот этот жасмин. Еще, друзья мои, в общем-то, первое впечатление, наверное, это все. Жду все-таки, что, может быть, услышу я вот этот табак. Ну, нет, но очень красиво. И хочу еще попросить об одном. Кто с этим брендом уже знаком хорошо? У кого есть любимчики, помимо этого аромата? Напишите мне в комментариях вот ваши любимчики. Я с удовольствием буду продолжать знакомство с этим брендом. И куплю себе аромат тот, который вы мне порекомендуете. И вместе с вами мы также откроем. В общем, я хочу дальше знакомиться с ароматами вот этой марки от Libre d'Orange. Потому что первое знакомство это просто попадание в десятку. Прям классный жасмин. Ну, и я надеюсь, что вот эти вот сигаретки я тоже услышу. В общем, друзья мои, на сегодня это все. Спасибо, что дошли со мной до конца, кто дошел. Ну, если что-то вам понравилось, ставьте лайк. Как всегда, мне это очень приятно. Ну, и увидимся скоро в моих новых видео. Поэтому надолго с вами не прощаюсь. Всем всего самого замечательного. И я пойду дальше наслаждаться вот этим ароматом. Чувствую, что это будет один из любимчиков в плане воззвучания жасмина. Всем всего самого замечательного еще раз. Всем пока, мои дорогие. Субтитры подогнал «Симон»